Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой друг Александр Уманчук. И меня просто забросали письмами, забросали комментариями о том, чтобы я сделал разбор... Ну, не разборок, чтобы я сделал реакцию на песню шамана «Я русский». Забавный факт заключается в том, что в тот день, когда вышла эта песня, я случайным образом встретился с шаманом, с Ярославом Дроновым, вживую, в аэропорте Анталии. Это была очень случайная, как невероятная встреча. Мы уже собирались уходить на самолет. Я разворачиваюсь, смотрю, и мне видится знакомое лицо. Я говорю, Женя, это шаман, Ярослав Дронов. Она говорит, не знаю. Я такой, так, подожди, дай-ка я подойду. Я подошел к нему, мы очень приятно пообщались, обменялись контактами. И вообще мне импонирует творчество шамана. Но когда вышла вот эта песня, причем он в тот день мне сказал, что будет песня, будет новый трек, и он будет очень разрывной, он будет просто пушка, просто бомба. И действительно так и произошло, и он оказался неоднозначным. Многие восприняли его как положительно, другие восприняли его немного отрицательно. Но я думаю, что это нормально, друзья. Я, честно говоря, не очень хотел делать реакцию на этот клип, потому что когда он вышел, у меня возникло впечатление, что он как будто бы такой немножко агитационный, такой проплаченный, что ли. Но потом я посмотрел интервью с Ярославом на канале Алены Блин, потом я еще какие-то интервью с ним посмотрел. И я с ним вживую общался, и я помню, как он вдохновленно рассказывал мне про эту песню, про то, что он сам пишет песни. Я подумал, нет, наверное, все-таки действительно человек нашел свою нишу, нашел сферу, в которой он может, собственно, себя применить, в которой он наконец-таки раскрылся. Ведь я напомню вам, 15 лет он уже, можно сказать, пытался, пытался пробиться, пытался стать звездой, и наконец-то у него это получилось. Да, пускай с патриотическими песнями. Раньше он не выпускал патриотических песен, тоже это меня немножко смущало сначала. Но я решил, что давайте попробуем беспристрастно посмотреть клип, послушать эту песню, оценить голос, оценить вокал. А я напоминаю, что у Ярослава очень неплохой, очень такой высокий и классный голос, очень мощный, народный, я бы даже сказал, такой фольклорный. Сейчас он, кстати, очень часто использует такие рокерские фишечки, миксовые вещи, миксовое звучание. Ну, короче, ладно, давайте. Меньше болтовни, больше дела. Кто-нибудь напишите в комментариях, что ролик начинается вот с этой минуты. Да, кстати, друзья, я думаю, вы заметили, что у меня появился вот этот красавец. Это тот самый культовый, легендарный микрофон «Союз». Я, конечно же, безмерно рад и счастлив, что он появился в моей коллекции. Мне кажется, звук просто потрясающий. Давайте попробуем сравнить с вами. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой друг Александр. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой друг Александр. Пишите свои комментарии, ставьте свои лукасы, напишите в комментариях, как вам нравится новый звук или нет, и вообще, как этот прекрасный микрофон смотрится в кадре. Мне кажется, что он здесь вот как влитой, как будто бы здесь и был. Ну, а мы продолжаем, друзья, смотрим реакцию. Все, погнали, друзья. Давайте смотреть, оценивать. Я думаю, что вы и так уже видели этот клип без меня, но почему бы нет. Остановлю на секундочку. Мне нравится, что у него очень круто сведены песни. Это очень крутое сведение, при том, что он мне лично сказал, что он сводит сам и сводит дома, и записывается дома. Это очень круто для домашней записи. Прям звучит как очень крутая студийная запись. Может, он, конечно, что-то не договаривает, но кто знает, друзья. Сейчас технологии продвинулись до того, что можно спокойно дома записывать шикарные песни, и они будут не хуже, чем в студии за огромные деньги. Ладно, извините за такую вот остановочку, поехали. Вот, честно говоря, очень двойственное впечатление, потому что, когда я в первый раз услышал эту песню, мне показалось, что много, много вот этих въездов, много каких-то йодлей, много народного, и как будто это здесь немножко не ложится. Но потом подумал, а почему нет? Ну, если человек себя так позиционирует, что он, я напомню, да, для многих, кто не знает, он изначально учился на фольклорный вокал, потом он закончил гнесинку, эстрадно-джазовый вокал, и все равно у него в вокале очень ярко прослеживается вот эта фольклорная такая жесткая, очень плотная манера звукоизвлечения. Всякие вот эти всхлипы, йодли. Дело вкуса, конечно, кому-то это может нравиться, кому-то может не нравиться. Здесь, вроде как, сейчас вот я слушаю уже свежим ухом, это звучит вполне аутентично, то есть не возникает какого-то диссонанса. И мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому, что я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский... Очень прикольно звучат миксовые нотки, знаете, вот я уже в первой своей реакции говорил о том, что это такая смесь Фредди Меркьюри и Лепса и всех крутых вокалистов, которые у нас микстуют. Причем Шаман говорил о том, что у него баритональный голос, изначально его так характеризовали и типировали. На самом деле, я думаю, что он тенор, стопроцентный. И это слышно по тембральной окраске голоса. Просто такой народник, народник. Не знаю, не знаю. Конечно, конечно, ну я не знаю. Вот когда я вижу такой вот ярый патриотизм, я не против патриотизма. Наоборот, я сам патриотичный человек очень. И мне вот это все кажется таким, знаете, как будто бы нарочитым. С другой стороны, я считаю, что каждый человек имеет право свою позицию какую-то транслировать. Почему нет? Если это действительно отражение души Шамана, отражение его нутра, его мироощущения, то почему бы нет? Но все равно, все равно, все равно. Вот я, знаете, я такой человек очень недоверчивый. И у меня всегда возникают сомнения. Сомнений очень много разных. Главное сомнение заключается в том, что до этого у него совершенно в другом жанре были песни. Но опять же, опять же, у него первая песня «Встанем», которая прям завирусилась, которая стала очень популярна в России. Я думаю, что человек просто нашел вот эту вот жилу, в которую он может давить и получать максимум продуктивности от своего творчества. Наверное, это так. Потому что по вокалу, по продакшену все в порядке. Видеоряд, конечно, я бы не сказал, что какой-то богатый. Это не клип и BTS, да, но опять же, опять же, сейчас, друзья, я прям предвкушаю, как меня будут засирать в комментариях, что я ничего не понимаю, что я тупой. Но можно было чуть-чуть это сделать все интереснее и драматургически с точки зрения вот видеоряда, клип. Но опять же, опять же, это все решение артиста. Я знаю, что Ярослав сам подбирает костюмы, он сам об этом говорил, что он сам, значит, концерты свои оформляет. Я не совсем согласен с тем, что это правильно и что это продуктивно. Но, как говорится, если работает, почему бы нет? Видел какой-то оккультный разбор о том, что это, значит, означает вот то, что он в свету. Это приход Антихриста, тут люди, значит, показывают всякие жесты дьявольские. Друзья, как вы к этому относитесь, к таким разборам? Напишите в комментариях. Про песню и про музыку, что хочется сказать? Я не слышу чего-то такого, чего я не слышал раньше. То есть это музыкально достаточно вторично. Опять же, в этом нет ничего плохого. Это неплохая песня, то есть она звучит, она настраивает на определенное настроение. У нее есть драйв, у нее есть такой кач, то есть она качает. Но, опять же, не могу сказать, что это что-то какое-то новое. Это не новое, это то, что я уже слышал. Причем слышал достаточно много раз. И, в принципе, форма у песни достаточно простая. Куплет-припев, куплет-припев, я думаю, что будет бридж и, наверное, какая-то концовка. Песня «Встанем», кстати, в этом смысле, гораздо интереснее музыкально. То есть написано музыкально интереснее. Здесь такая типичная, такая вот патриотическая, очень, я бы сказал, направленная на определенную мысль. У нее есть какие-то свои неоднозначности, наверное, но она имеет место быть, скорее всего. Я русский, моя кровь от отца, я русский, и мне повезло, я русский, всему миру назло. Просто очень шикарные вот эти вот нотки верхние, прям такие миксовые, плотненькие, хорошие. Голос невероятный, отличная харизма, отличная энергия. Я не знаю, что из этого получится в будущем. То есть удастся ли Ярославу вот сжать на эту, скажем так, педаль дальше и дальше, и не надоест ли это слушателям. Но поскольку это сейчас помогло ему выбиться, помогло ему сейчас захайпиться, многие называют его новым Газмановым, мне лично нравились его песни, вот «Улетай», какие-то самобытные, которые как раз-таки очень хорошо коррелировали с его образом шамана. Здесь есть некий диссонанс, да, такой чувак с дредами, поет про то, что он русский, флаги русские, патриотизм. Ну, опять же, Шаман сам говорил, что я якобы на контрастах работаю, чтобы удивлять, чтобы у людей, значит, шестеренки начинали крутиться. Ну, друзья, ладно, давайте досматривать, давайте досматривать. Мне нравится, как работает с голосом Ярослав. Мне нравится, что он рычит, когда надо порычать. Мне нравится, что он микстует, когда надо миксануть. И, в принципе, как вокалист, он у меня не вызывает вопросов. Он опытный человек уже. Сколько лет работает, он работал и в кавербендах, и сольно работает. В этом смысле прям вопросов к нему вообще никаких нет. Интересно, а перед тем, как записать эту песню, Ярослав сделал генетический тест. Будет очень обидно, если тест показал бы, что не такой он русский, как поет. Извините за такой юмор, друзья. Не мог не сказать. Ну, опять же, опять же, оговорюсь, да, что русский — это, наверное, не генетическое, а это самоидентификация, то есть это то, как себя человек чувствует. Русским же может считаться и бурят, и таджик, и, я не знаю, удмурт. Правильно? Правильно ведь? Правильно. Ярослав сделал генетический тест. Интересно, это прям реально в Америке сняли? Или это так, футажики взяли? Я русский, и мне подозло. Я русский, и всему миру назло. Что-то я совсем сомневаюсь, что, во-первых, ловят у них там какие-то радиостанции, по которым бы крутили наши песни, хотя, опять же, наверное, ловят. Другой момент, что американцы на таком получистом русском подпевают ему. Ну, опять же, друзья, все может быть. Давайте смотреть дальше, там будет еще веселее. А кто режиссер, кстати, клипа? Графен пошел. Представляю, короче, инопланетяне такие засекли этот сигнал и такие, так, что это такое, давайте херачим лазерами по этой планете, что там происходит. Но нет, инопланетяне, они танцуют под эту песню. Интересно, кто-то догадался уже под этот танец подставить что-то еще симпатичное, интересное. Никит, подставь, пожалуйста, под этот танец на монтаже чего-нибудь, какой-нибудь смешной песни. Ну, графен нормальный, нормальный для клипака. Ну, ладно, друзья, пишите в комментариях, как вам песня Шамана, пишите в комментариях, как вам его вокал. На свой страх и риск я записываю эту реакцию. Почему? Потому что в наше время очень тяжело как-то высказываться адекватно и объективно, потому что я думаю, что все люди понимают, что сложное сейчас время и что нельзя все мазать черным и белым, что нужно искать какие-то оттенки, что во всем можно найти как плюсы, так и минусы. Но найдется, я думаю, что огромное количество людей, которые скажут, что за херню ты тут несешь. Другие скажут, ты ничего не понял. Третьи скажут, что молодец, правильно говоришь. И, друзья, давайте договоримся об одном. Давайте жить дружно. Давайте ценить друг друга. Давайте уважать друг друга вне зависимости от нашей расы, вне зависимости от планеты обитания, от нашей самоидентичности, вне зависимости от нашего вероисповедания. Давайте любить и ценить друг друга. И тогда, тогда все будет хорошо. Сказал как популист какой-то. Ну ладно, друзья. С вами был, как всегда, Александр Руманчук. До новых встреч. Надеюсь, не придется удалять этот ролик. Пожалуйста, пожалуйста. Не надо. Не буду читать комментарии, если вы будете там писать всякую гадость. Все. Всем пока. До встречи. Пшш! Субтитры подогнал «Симон»